В эфире программа «Центр притяжения». Это новости Михайловского ГОКа имени Андрея Владимировича Варичева и Железногорска. В студии Юлия Матвейшина. Здравствуйте. И вначале коротко о главных темах выпуска. Доходы металлургов растут. С 1 марта «Металлоинвест» повышает зарплату всем сотрудникам своих предприятий. Цель – быть лидером отрасли по уровню доходов работников. Женщины в неженских профессиях. Как вы тут работаете? А потом такая, ну что это? Ну мы уже просто знаем, где какая дорожка, где что, какой участок. Чем привлекает их непростая работа и как в этой работе помогают женские качества? Очень грамотный человек, знающий, умный. Никогда такого не повышал голоса. Ему 95 лет и его любимое занятие – научная работа. Первый директор Михайловского ГОКа Александр Потапов отметил юбилей. В этом году компания «Металлоинвест» повысит доходы сотрудников на 11%. На эти цели направят более 2 млрд 300 млн рублей. Повышение пройдет в два этапа. На 5% в марте-апреле и на 6% в сентябре-октябре. На первом этапе с 1 марта заработная плата вырастет у большинства сотрудников. С 1 апреля – у линейных руководителей и управленческого звена предприятий. Доходы сотрудников управляющей компании повысят с 1 апреля дифференцированно. Как отметил генеральный директор Назим Эфендиев, цель – быть лидерами в индустрии по уровню доходов сотрудников. «Металлоинвест» – единственная компания отрасли, которая три года подряд повышает заработную плату дважды в год. Ежегодно доходы сотрудников увеличиваются минимум на 10%, опережая темпы инфляции. Это обеспечивает уверенность в завтрашнем дне, возможность строить планы, развиваться и двигаться вперед. Конец цитаты. В 2021 году доход сотрудников предприятий «Металлоинвеста» увеличивали дважды. Суммарное повышение по итогам года с учетом введения новых планов примирования, доплат и надбавок, а также перераспределения фонда оплаты труда составило около 12%. Всего за последние три года рост среднемесячной зарплаты в компании в зависимости от предприятия от 35% до 39%. С 2008 года действует типовой коллективный договор, который содержит единые для всех предприятий «Металлоинвеста» социально-трудовые нормы и гарантии. Он предусматривает взаимные обязательства работодателя и работников. У сотрудников компании один из лучших социальных пакетов в отрасли, а поддержка охватывает не только сотрудников, но и членов их семей и пенсионеров. Только за прошлый год на внутренние социальные программы «Металлоинвест» выделил 3,5 миллиарда рублей. Казалось бы, уже давно профессии не делятся на женские и мужские. Однако сыну одной из героинь нашего сюжета однажды не поверили, что его мама работает в кузне. А другую героиню изначально не хотели брать на работу электромехаником, потому что она девушка. Накануне Международного женского дня наши корреспонденты встретились с представительницами самых нетипичных профессий и узнали, как природные женские качества помогают в их деле. В школе Александра Репко обожала химию и хотела стать ветеринаром. Но вышло так, что последние 12 лет она спасает не животных, а электрооборудование. Вместо клиники – цех отделки проката ОМК. Вместо аптечки – программатор. А ее операция – разработать и внедрить программу под новые задачи и проекты. В данный момент у нас идет на некотором оборудовании замена преобразователей частоты, которые уже сняты с производства, на новые преобразователи частоты. Вот сейчас идет разработка программного обеспечения для замены этих преобразователей, которые в будущем будут установлены на производственные линии. Из 600 сотрудников цеха – женщин вместе с Александрой трое. Поблажек никогда не было, но девушки в них и не нуждались. Помогает женская природа. Хоть и работают с неодушевленными механизмами, но как раз своими знаниями дают им жизнь. Вот есть оборудование. Оно просто стоит, просто железка. А когда его запрограммируешь как надо, оно глядит, оно выполняет свою программу. Это интересно. Для меня это важно, интересно. Если Александра Репко пришла в профессию целенаправленно, то Ирина Пучкова случайно. В 90-х работала страховым агентом. Рассчитывала на новые сделки благодаря Михайловскому ГОКу. А в итоге комбинат заключил договор с ней, как с новой сотрудницей. Я еще помню, Галина Федоровна у нас работала бухгалтером. Я когда работала страховым агентом, приносила документы на подписи, и она такая на меня посмотрела, говорит, смотрит и сидит, и такая говорит, вот чувствует мое сердце, ты долго у нас проработаешь. Ну вот, как видите, сколько лет уже, получается, что перевелась и сюда устроилась на ГОК. На ГОКе я 28 лет уже работаю. Работа Ирины связана с песком. От того, насколько качественно она его просушит, зависит цельность запасных частей, которые изготавливают на комбинате. В лампочке согорается, все автоматизировано, поэтому сейчас, особенно у нас поставили, когда в новые печи, вообще стало замечательно. Мы видим здесь и температуру, и рожек печи происходит у нас. В масштабах предприятия Ирина как кондитер, только вместо муки – песок. После просушки его смешивают с землей, отвердителем, жидким стеклом и придают форму будущей запчасти. Процесс похож на создание теста. Правда, полученную смесь не запекают, а дают остыть. Потом эти формы наполняют горячим металлом, охлаждают и получают готовые запасные части – конусы, зубья ковшей и другие детали для комбината. Ритмы молота, набирающие темп, для Светланы Ивановой давно слились в мелодию, бодрящую и держащую в тонусе. Светлана всегда мечтала о работе, от которой будут гореть глаза и сердце, поэтому продуктовый магазин сменила на кузню. Обучалась здесь же под руководством опытного наставника. Металл разный, он имеет свое свойство. Один металл можно ковать, начиная сразу с сильных ударов. Есть металл, который мы очень аккуратно начинаем, потому что, допустим, это бронза, она сама по себе колется. Нагреть ее просто так и не посмотреть за ней нельзя, она текет. Управлять молотом – полдела. Металлическая заготовка получится только в слаженной работе кузнеца и машиниста. Это раньше Коваль делал все сам. Сегодня обязанности разделились. Кузнец держит заготовку и подает команды, машинист выполняет их на молоте. В такой командной работе важно понимать друг друга без слов. Чего головы можешь бить, дальше он работает, ногой он показывает – остановись, потому что в основном, ну не один кузнец, но останавливает. Руки у него, так как они в клещах, они заняты. Если он тебе показал движением руки, то есть согнутые локти, значит, это нужно до удара увеличить его. Также кивок головы вверх – ты должна остановиться, больше уже ты ничего не делаешь. Кивок глаз – он с тобой согласился. Вот, то есть ты приготовилась к работе. Природная внимательность, аккуратность и тяга к прекрасному приводят к тому, что в женских руках все стремится к совершенству, даже если это металлические заготовки. Мы более выносливые, мы более продуктивные, большие количества. Когда у нас ведут заказы, прям на тысячи, вот это работа наша. Мы выносливые. Мужчины, они такие, единичные больше, такие любят заказы. А мы, женщины, не я одна, вот мы все, мы делаем заказы, которые идут массово. Кроме токарного станка, Елена Куреленко умеет работать на сверлильном и долбежном. Профессия как раз привлекла своей необычностью. Поэтому Елена училась на токаря и работает за станком уже 28-й год. Причем и ей, и ее коллегам это совсем не мешает выполнять чисто женские ритуалы. Женщине в любом случае хочется быть женщиной, где бы она ни находилась. Будь то электромонтер, или экономист, или журналист. Все мы одинаковые, все мы хотим быть красивыми. Мой кузнец, он молодой, он в династии, как бы у него папа кузнец, а я как муза. Красоту настоящую женскую, никакими сезами мы не спрячем, как бы мы ни старались. И все. С праздником юбиляра поздравили руководители города, комбината и наша съемочная группа. В 95 Александр Потапов, что называется, держится молодцом. Много читает, следит за новостями и, конечно, интересуется жизнью родного Михайловского ГОКа. На пенсии больше трех десятков лет, но никогда не оставался равнодушным к судьбе предприятия, в которое вложил столько сил и души. Если человек, предприятие не идет вперед, он обязательно идет назад. Сейчас нужно что делать? Нужно решить проблему качества. Комбинат Александр Потапов возглавил в 1967 году. Его кандидатуру тогда одобрил сам председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин. Перед молодым специалистом, а Александру Ивановичу едва исполнилось 40, партия поставила сложнейшую задачу. Это была тяжелая задача освоения, разработки тяжелых бедных железистых кварцитов. Причем бедные железистые кварциты требовали колоссального решения проблем, начиная с физики, разрушения, кончая оборудованием. И мы через четыре с половиной года построили комбинат. Поздравить Александра Потапова собрались ветераны Михайловского ГОКа, кто проработал с ним не один десяток лет. Для большинства он был не просто директором, а соратником и наставником. Постоянно он был на виду у нас, потому что фабрика строилась. Я на фабрике был с первого колышка фактически. Там проходили запуск восьмой секции, седьмой начинали. Это первая очередь. Очень грамотный человек, грамотный, очень. Знающий, умный. Михайловский ГОК Александр Потапов возглавлял 22 года. На это время пришлись ввод в строй фабрики обогащения и окомкования, развитие карьеры, оснащение производства современным технологическим оборудованием. Он приложил много сил, чтобы фабрики вышли на проектную мощность в намеченные сроки. И в эти же десятилетия рос и хорошел Железногорск. Везде было необходимо участие и внимание комбината, а значит и лично его руководителя Александра Ивановича. Это какие колоссальные ресурсы, страны, людские, денежные. Все были собраны здесь, на нашей земле. И, соответственно, увязать все эти работы. Вы практически вместе с коллегами создали этот город, создали этот комбинат. В 95 лет доктор технических наук Александр Потапов мыслит остро и четко. У него множество инженерных и технических идей, которые актуальны для комбината и к нему всегда прислушиваются. Все гости желали ему встретить 100-летний юбилей, чтобы успеть реализовать все задуманное. Алексей Строев, Михаил Непринцев, Медиа-центр, Железногорск. Хочешь рыбачить зимой – умей и лунки сверлить. В Железногорске прошли традиционные соревнования по подлёдному лову рыбы среди работников Михайловского ГОКа имени Андрея Варичева. Зимняя рыбалка собрала команды из всех подразделений комбината. Ежегодное рыбацкое состязание – любимое горняками. На позитивный настрой не влияют ни мороз, ни сильная гололедица. Собраться все вместе здесь, поделиться своими успехами в этом сезоне. Зима была очень хорошая для рыбалки, морозная, снежная. Поэтому встретиться здесь, пообщаться. Я думаю, что для корпоративного духа, для корпоративного общения – это оптимально. Вообще спортивные мероприятия – это, наверное, один из самых лучших видов для корпоративного общения. Эффектный старт соревнований «Бурение лунок» на скорость – конкурс для самых крепких и выносливых представителей команд. Всем не терпелось поскорей закинуть удочки. И несмотря на неторопливость и даже статичность этого вида спорта, азарт буквально витал в воздухе. Первую рыбу поймал работник Центра Таир Рудоуправления Юрий Вережников. Рыбная луля – это спорт, движение, свежий воздух. Ну, соответственно, получаю от этого удовольствие. А самая большая рыба на счету Андрея Бубнова из Центральной электротехнической лаборатории. Первое место в личном зачёте у Евгения Якубовского. Его улов потянул на 245 граммов. Есть свои тонкости, секреты, азарт. Свежий воздух, настроение хорошее. Можно посидеть, пообщаться с друзьями. Спасибо нашему капитану команды, Лукьянчикову Юрию. Ну, в общем, всем позитива, хорошего настроения. Фортуна в этот день была на стороне рыбаков ЦТЛ. Они стали лидерами и в общекомандном зачёте. Второй результат показала команда автотракторного управления. Третье место у Центра Таир Рудоуправления. Елена Тачилина, Дмитрий Голоцуков, Михаил Непринцев, Медиа-центр, Железногорск. На сегодня это всё. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова